всем привет у нас два часа ночи нам скучно нечем заняться я загнал опеля пока мы тут на работе помыть но и решили дичу там давай тут кусты таки здорово полирнем давай попробуем ну заодно да было приблизительно да тут весь борт по одинаковому кусту прошел было вот такое 3 до 33 параллельных таких не сильных вот тут саня буквально потратил три минуты просто одним кругом и одной пастой все еле-еле видно да но без наждака у нас какая цель я сейчас во первых покажу кто смотрит канал этому оперу по-моему три года как его делал делался он на продажу но остался у меня тут интересные моменты были то что во первых сделан дешманским вообще акрилом вот он он обычной мойки он весь мутную весь поцарапанный по кустам плохо себя держит тут где пальцами открывается все залапано замоцкана здесь цен тут где-то в двери она видно по просаду сейчас покажем дальше вот вот тут была дыра прогнившая я ее сделал моему сеткой и алюминиевая шпатлевка по моему стекловолокно ну что-то там такое видно вот просад то есть ничего не вылезло кроме просада именно ржавчины никакой нет сейчас покажу где вылезла ржавчина тут в дверях с этой стороны так сильно в той стороне я сейчас покажу вот тут в дверях спереди было дырище просто я ее замазал шпаклом потом завалил они получены завалил на судя по тому что она не мажется черным то это было не мастика в общем сдвижение никаких как она выглядела уродлива и оставалось некрасивому по форме так оно и осталось ничего никаких движений есть только по одной стороне по задней проварки где я сделал просто на отстегнись абы как бегом-бегом вот тут побубы рила конечно все вот тут где-то что-то вставлял я какую-то лотку ну короче там конкретно делал мы вылезла именно вот тут вылезла конкретно надо взять просто раскрыть и хотя бы перечистить переобработать переделать но видос да кто смотрел я оставлю ссылку на проект по этой машине через не делал вообще то есть вот тут вылезла конкретно причем вылезла это вот за последний год то есть первый год все было нормально и уже на 2 до 2 примерно начала потихоньку показаться коррозия и вот тут назад двери тут вообще ничего не было я вот уставлял латку завалил шпаклом но она как видно латку так вставлено довольно шпаклом так и осталось вот тут бубырится по моему да вот тут от лезет вот это все шпаклом замазана сами это не ржавчина это просто шпаклотах пертерты вот бубырь вылез ржавый но тут торца вообще не было нити не сильно на приклеен вот по низам открытную я их обработал брода так в открытую ничего не нужно то самое страшное что вышло это вот здесь но это арка сделано очень очень быстро и она свой год она отжила причем нормально отжила спереди что-то по вам еще вот тут сильная точил ничего нет и первый раз сюда наклоняюсь после после того как собрал машину все обработано просто обработано и вот все тут просто остановилась надо из того что переделать это переделать заднюю арку еще не писали у меня не было что писал строй не сделал а у меня кстати пескоструя ставься остался жив но у меня компрессор сейчас говно и ничего не сделаю ну ладно в общем как-нибудь дадут руки я переделаю вот эту штуку может сюда приеду раздела если бы не было на по так по капоту видно мутный мойки обычной тряпкой швабра бывало даже мы в эту машину просто просто у той напольный швабра которая подметал я бывало мыл опеля ну в уме как бы все равно это такая машина просто короче мы сейчас его пошу реку полирнем покажем что можно во что можно превратить вот это вот примерно за час особо не будем вдаваться в подробности чем как полировать будем полировать бы мы мехом и кругом поролоновым зеленая паста колпачком синий может быть пробежимся просто вот вот запомнить ее вот так как она есть мутные ушатаны и через час мы покажем что с ним сделать ну чё как узнаете автомобиль три часа в четыре руки в две машинки даже скол уже по подкапываю за это время вымыты еще раз огонь просто вот огонь именно предпродажная подготовка вот такого плана великолепнейшая машина горит блестит никаких полос ничего по пастам мы использовали зеленый колпачок 3 мовский и сани убрал синим колпачком синий мягкий круг доводочный был основные круги это я своими он лежит кохиме оранжевый и мерковская мерковский мех работами машинками я работал фестулом ротексом сани работал обычной орбиталкой полировал кай и что получается я работал ротексом мехом а потом кохиме оранжевым а саша вот этот борт весь вычисла мехом но потом синим доработали уже дали именно блеск хороший по скорости получается быстрее я прошел багажник весь борт половину крыши пол капота саша шел борт половину крыши пол капота так вот я вот это все закончил быстрее чем он закончил вот это вот и результат по факту то есть если мех не добивать на орбиталке Выглядит хуже, чем мех и поролон, пройденный на эксцентрике Причем это все получается быстрее Чуть-чуть, но быстрее Быстрее его аккуратно на полтора элемента При таком объеме Потом буквально два раза растер Быстренько пробежался синим кругом И все, и машина горит Горит, сверкает По фарам, забыл сказать, показать Фары залачены лаком бодевским Показывают себя нормально Вот сейчас мы по ним даже полиролькой прошли, зацепили Ничего не слезло Моются нормально, я их мою Мойка высокого давления беспроблемная Щетками там уже их драйл Да, и химия пшикали По блеску пока что все нормально Ничего не мутнеет Камушками, ну не сказать, что посекло Есть как бы удары камнями Пробоев нету Они видны как будто вмятинки Такие мелкие-мелкие-мелкие То есть не пробой никакой А посеченка Ну пока что все прозрачно Я покажу, когда они там действительно умрут Вот тогда я покажу Сколько времени прошло Пока что они проехали где-то 3-4 тысячи километров Такие дела Все на этом все Огонь мы ее, да? Быстро А самое главное результат хороший И без наждака А вообще, да Наждак не использовался никакой Жаль, что нечем в ручках отполировать Вот это, конечно, печально Ручки Ну, ручки выглядят, как вся машина выглядела До этого Вот Ну ладно Это уже другая история Всем спасибо за внимание Всем удачи Пока